Если на стене висит ружье, то оно должно выстрелить. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Ивановской Росгвардии классика опровергают. Ружью на стене вообще не место, только в сейфе. В областном центре стартовала операция оружия. 27 августа на территории Ивановской области проводится межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием оружия. В целях профилактика правонарушений и преступлений, связанных с оборотом оружия, профилактика утрат и незаконного владения оружием. Данное мероприятие проводим мы, сотрудники Росгвардии, уже традиционно в период два раза в год. Это в период весенней открытия охоты, охотничьего сезона и в осенний период охоты тоже. Потому что наибольшее число, как показывает практика, наибольшее число правонарушений и преступлений, связанных с нарушением оборот оружия, происходит именно в этот период. Проверки владельцев оружия проходят регулярно, как правило, в вечернее время, чтобы застать хозяев дома. У этого мужчины четыре ствола. Среди них два охотничьих гладкоствольных и два травматических пистолета. Травматическое оружие, естественно, для самообороны, хотя не скажу, что я его постоянно ношу. А гладкоствольные я увлекаюсь любительской охотой, использую постоянно. Сейфы, естественно, появились еще до приобретения оружия, вот два сейфа. Правило, ключ всегда только у меня, только со мной, дома никогда не остается ключ, для исключения, ну, всякие случаи могут быть, надеюсь, что не будет. Вот, ну, в целом, как-то так. Хозяин легального арсенала признается, в последнее время требования ужесточились, но соблюдать их все же нетрудно. К тому же, в бумажном аспекте стало даже проще. Оформить, да, стало проще лицензию в плане сайта госуслуг, вот, все это делается не выходя из дома, и плюс действует 30-процентная скидка на госпошлины, что семейный бюджет также экономит. Вот, ну, плюс сотрудники Росгвардии теперь предварительно как-то созваниваются, договариваются о проверках, то есть уже это не представляет проблем, не нужно за ними бегать, они сами открыто приходят, производят проверку, что тоже удобно. Этого владельца можно назвать образцовым, но бывает и иначе. Самые распространенные нарушения, просроченные документы и неправильное хранение. В лучшем случае это карается штрафом, в худшем оружие изымают. За август 2018 года сотрудниками отделения лицензионной разрешительной работы изъято 26 единиц гражданского оружия, составлено 11 административных протоколов. Операция оружия продлится до конца сентября. Всего в Иванове более 10 тысяч официально зарегистрированных владельцев оружия. По области более 24 тысяч. Каждому нужно нанести визит. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иванова.